Привет! Итак, как вы уже поняли, сегодня у нас в планах лепка из глины. Пока вы смотрите, как я пытаюсь что-то вылепить, а именно две тарелочки и подсвечник, я расскажу вам, почему я внезапно решила записать такой видос, хотя обычно у меня больше всякие анимации и картинки. На самом деле я очень-очень-очень давно хотела снять видео о том, как я леплю из глины, но каждый раз я думала, когда я перееду в свою квартиру, тогда я сниму, когда куплю свет и штатив, тогда сниму, когда куплю крутой белый стол, тогда точно сниму. Хочу, чтобы все было идеально. И знаете, мне надоел этот синдром отложенной жизни. И вот я как-то проснулась утром и решила, что если я хочу что-то делать, то должна начать, а не откладывать это на потом. Да, пусть эти видео будут не идеальными, да, свет здесь не самый лучший, и пока у меня нет крутого белого стола, я просто решила начать делать то, что хочу, а не готовиться к этому несколько лет, иначе когда жить-то, если не сейчас? Может все то, что я планирую, уже будет мне неинтересно, когда у меня будут учтены все мои условия, и я просто упущу крутую идею и ничего не сделаю. Для меня это, если честно, просто крик души, потому что каждый раз, когда я загоралась чем-то, я думала, блин, как же круто было бы снять об этом видео, но я не могу потому-то и потому-то. Из-за этого делать это что-то даже для себя не хотелось, получался какой-то замкнутый круг. Я хочу что-то сделать, я хочу сделать об этом видео, но я не могу, а следовательно перестает хотеться просто это что-то сделать. И я так рада, что я переборола это и просто начала, благодаря этому у меня появилась куча идей. Конечно, в будущем я буду стремиться к улучшению условий, куплю свет, штатив и все такое, но пока я все равно хочу снимать. Итак, после этого небольшого отступления расскажу вам, что из глины я лепила как-то колечки и значки, тарелочки и тем более подсвечник я лепила впервые, и было немного трудно, потому что я не знала кучу всего, например, как соединять бортики и донышко тарелки, а также я почему-то решила раскатывать глину пустой бутылкой, что было ужасным решением, потому что она просто прогибалась внутрь, а глину почти не раскатывала. Не знаю, почему я продолжала попытки раскатывать ее бутылкой. Вот здесь я наконец-то заменила бесполезную бутылку банкой и она намного лучше раскатывала глину, но в следующий раз точно нужно будет найти скалку. Наверное, вам уже понятно, что одна из тарелочек это котик, а я ему решила сделать объемный нос в форме сердечка, подумала, что это будет очень мило и забавно выглядеть. А вторая тарелка сейчас выглядит как простой цветочек, но на самом деле это будет котик в цветочке. А следующей моей идеей был подсвечник в форме домика грибочка. Подсвечник был просто супер болью на протяжении всего процесса его изготовления, потому что сначала я никак не могла раскатать ему нормальные стенки. Все время то не хватало, то было слишком тонко, с горем пополам как-то получилось их сделать, но потом все никак не получалось хорошо их прилепить к донышку. Внутри почему-то глина у меня никак не лепилась. Еще мне было очень сложно вылепить ему шляпку. Сначала я думала свернуть конус из раскатанного прямоугольника, а потом начала мять глину в руках и решила просто слепить шляпку полностью руками. Мне, кстати, очень нравится, как она получилась. Я хотела, чтобы она была такая не идеально ровная, будто крыша домика, ведь это и гриб, и домик для свечки. Я также смотрела одновременно на свой подсвечник, который стоит на фоне, и мне очень захотелось вырезать в стенках этого гриба всякие формочки, и я подумала, что звездочки месяцы, как у моего подсвечника, будут очень круто смотреться. Оказалось, что вырезать их намного сложнее, чем кажется, они получились вообще не идеальными, но в конечном результате меня что-то даже умиляет в их неидеальности. Еще одной проблемой было то, что стенки гриба немного не выдерживали шляпку и немного выгибались в стороны, но с другой стороны мне нравится, что он высох по итогу таким немного пухлым, а не тонким. В общем, с подсвечником мне пришлось повозиться больше, чем с тарелочками. Все это сохло где-то недельку на подоконнике и, наконец, высохло. Я быстренько отшлифовала штуки, потом я приступила к покрасу, и это было самой приятной частью, но одновременно немного страшноватой, потому что я боялась где-то что-то испортить, но так как я красила все акрилом, бояться было нечего, потому что всегда можно перекрыть какие-то ошибки. Итак, сначала я все тарелочки покрыла белой краской, потому что основной цвет котиков белый, и по нему легче будет класть цветной слой акрила. Гриб я решила покрасить как красный мухомор, и мне очень нравится этот яркий красный цвет, он лег просто идеально. Возможно, на этом этапе вы уже догадаетесь, что с этим грибом будет не так. В общем, я со своим видимо нулевым знанием физики сделала минимальный доступ кислорода внутрь гриба, и из-за этого свечка в нем горит примерно пару минут и затухает. Сейчас я понимаю, как я могла бы исправить это на моменте лепки. Думаю, лучше всего было бы либо сделать сам подсвечник больше, либо вырезать в шляпке гриба отверстие, чтобы оттуда выходило тепло от свечки, а не оставалось внутри гриба, и чтобы поступало больше воздуха. Но в целом я не расстроена, что как подсвечник этот грибок не получился, он мне все равно очень нравится. Если его даже просто поставить на полку, он в принципе выглядит очень мило. Музыка 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 все правильно, но на грибе почему-то я написала его вверх ногами. Тогда я, кстати, еще этого не заметила и заметила уже только, когда покрыла все лаком. Все это сохло пару часов, и затем я покрыла все глянцевым лаком, и оно стало очень красиво переливаться по цветам. Я даже успела заснять, как свечка горит внутри гриба в темноте. Это очень красиво, хоть и недолго. Под конец я бы хотела вам сказать, что если вы чего-то искренне хотите, но боитесь, что не получится, что вам нужно еще готовиться, что нужно учесть все условия, не бойтесь. Вы можете делать это, даже если поначалу это будет не идеально, или если вы будете ошибаться, зато вы будете счастливы, потому что делайте то, чего искренне хотите.